Дорогие мои, всем большой привет из Милана. Снова вернусь в Милан, точнее как снова. Это мой второй раз всего лишь навсего за все эти годы моих путешествий по Италии. Была в Милане в первый раз в 2018 году, но на 4-5 дней максимум. Поэтому помню только, естественно, Пьяцебель Дуомо и Дуомо и Галерея Ди Витория и Мануэля. Все, больше я не помню ничего. Может быть еще Костелло Сварцеско, да, Костелло помню. Но так я абсолютно не знаю, что здесь смотреть, куда идти. Мы на самом деле сюда приехали с Сашей на буквально денек из Турина для шоппинга для клиентов. Потому что будем сейчас покупать те брендовые вещи, которые нам заказали наши клиенты для того, чтобы их доставить в Москву. Саша в начале февраля едет в Москву по делам. Поэтому оказываем такие услуги в том числе по доставке товаров из Италии. Поэтому если на будущее вам тоже будет необходимо что-то купить в Италии и доставить в Российскую Федерацию, то пишите. Саша по делам часто сейчас будет летать туда-сюда. И мы без проблем вам все организуем, все доставим. Поэтому присылайте нам ссылки на вещи, которые вам интересны, которые вам нравятся. И мы будем искать их в том числе и в Милане. Конечно, здесь выбор огромный. Так как мы смотрели в Турине и нашли некоторые модели, поэтому вот решили таким одним днем поехать в Милан. Ну, здорово. Я очень рада, потому что, во-первых, мы встретились с нашей подругой Машей. Она у нас жила и в Турине, потом в Гиме жила. И снова сейчас вернулась в Милан, потому что нашла новое жилье. Она устроилась на работу после окончания университета Боккони, на минуточку. Устроилась в финансовую компанию. Безумно счастлива, несмотря на то, что работает по 12-13 часов в день. Но ей очень-очень нравится. И она прям безумно довольна. Вот человек, видите, закончил Боккони и нашел сразу-сразу. Моментально нашел себе работу с официальным контрактом в очень классной, престижной компании финансовой в Италии. Так что в Милане, да, на минуточку. Так что все возможно, друзья. Главное, главное стараться. Поэтому сегодня у нас такой личный гид по Милану. Очень здорово. У меня знакомые девочки во всех крупных городах Италии. И не очень. Так что всегда рада приезжать и проводить время с моими читателями, знакомиться лично. Тоже, девочки, если вы меня смотрите, пишите мне. Если вы на севере Италии, то можно будет организовать общую встречу. Вот, времени у нас немного, поэтому сейчас прям направимся в район с бутиками люксовыми. И на очереди у нас первое это Дио. Как можно было построить его? Я просто не представляю. Это еще одно чудо света для меня, честно. Невероятная красота. Пока мы идем в район Монте, со всеми брендовыми люксами-бутиками, проходим пляца Делла Скала. Вот это сам театр Ласкава. Может быть, кто-то не видел его еще. Мы практически уже подошли к нашему району Монте. Маша говорит, что это пока что Брера. Смотрите, какие здесь красивые здания. Сейчас вам покажу мою мечту. Как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Браслет от Cartier. Глость. И здесь посмотрите, сколько бриллиантов. Невероятная красота. Еще есть вот такое колье. Потрясающе. И другой вариант браслета и колечко. Просто любовь. Очередной Porsche. Это здесь просто норма. Мне кажется, самая популярная машина в Милане. Мы их уже видели здесь, не знаю, сотню, наверное, за первые два часа. Дошли до Диора, но сначала, наверное, зайдем в Hermes, потому что там нам нужно купить ремень. Еще один бренд, о котором мечтают просто половина девушек, мне кажется. Это, конечно же, Ван Клифф. И их знаменитые четырехлистники. Интересно, вот, наверное, эта цепочка стоит 30,5 тысяч евро. Да, мне кажется, это все-таки к цепочке относится. Колечко стоит 4050. В итоге в Диор мы не купили эту сумку, потому что вживую она выглядела просто ужасно. Если честно, за 2700 евро покупать, ну, что-то сомнительное, как бы, не очень. Поэтому мы клиента отговорили и не взяли ничего там. И других моделей просто не было, которые понравились клиентке. Вот, так что сейчас идем в сторону барчика, в сторону кафешки. Маша нас сейчас приведет в одно из своих любимых мест проверенных. Это немножко подальше от дома, естественно. Кстати, проходим сейчас пути к Дольче Габанов. Смотрите, их знаменитая сицилийская тема. Мне тоже туда нужно будет зайти, потому что ученица одного я попросила посмотреть и кружевные полгодки Дольче Габанов. Так что на обратном пути надо будет заглядеть. Называется этот барчик вот так. Принчи Бейкери. Я надеюсь, Маша, что здесь не только булки будут, которые я не ем. Ты же знаешь. Ты же знаешь, что я не ем булки. Понятно. Мне кажется, я остаюсь без обеда, потому что здесь одни булки и пицца. Конечно, нам нужно куда-то пойти в другое место. В Доке мы пришли на обед в память 20 ресторанчиков. Мы заказали себе рамен с гёдзе. Да, Маша, как это называется? Гёдзе называется? Куриный гёдзе и рамен. Я, кстати, мне кажется, вообще никогда в жизни не ела рамен. Буду пробовать первый раз. Сашули тоже. У Маши просто гёдзе. А, ложечку, да, действительно. У нас одна ложечка. Можно я её буду использовать? Как иначе есть бульон? Мы тем временем после обеда, кстати, согрелись супом рамен. Он был очень острый. Милан и Милане лежит очень холоднее, чем турин. И сейчас снова вернулись на площадь дому. И идём в Риношеньке. В корне Роли Витон. Там тоже по заказу нужно посмотреть мужские сынии. Всё, здесь такой красивый. Сейчас зайдём внутрь и будем искать Луи Витон. Сначала я увидела Том Форд и очень-очень хочу послушать новый аромат. Вот это. Его все очень разыскивают. Ванилла секс. Сейчас будем послушать. Аромат очень-очень приятный. Правда, я прям люблю последние годы. Очень насыщенные и глубокие тяжёлые ароматы. Поэтому эта ванилька прям очень вкусная. У нас в турине ещё нет этого аромата. Поэтому здорово, что здесь удалось его послушать. Вы можете посмотреть в интернете сейчас. У нас есть сервис. Молодец. Ага. Альфина, какое аромат? Это? Ди пелли. Ди пелли. Си. Си. Субтитры делал Dior В стиле милитари Все, оплатили нашу покупочку 2100 евро такая сумка стоит А я имею в виду ту, которую мы взяли Вот наша мега-покупочка Посмотрите, какую огромную коробку дали Саше У нас уже стемнело Еще одна красивая площадь И мы пришли в Юникло Потому что Юникло в Италии есть только в Милане И я считаю, что не была в Юникло С момента моего переезда В Италию Поэтому очень соскучилась по этому магазину Сейчас посмотрим, что здесь есть Теплого из вещей Юникло здесь двухэтажный На втором этаже женский отдел Хотя я вижу и на первом этаже Миликены с женскими моделями Ой, мне кажется, есть и вон там Вонский отдел В общем, мы пошли сразу на второй этаж Что могу сказать Мне ничего не понравилось Мне ничего не подошло А Пашуля себе взяла парочку Тройку хрифей Знаменитый Старбакс В Милане В этом потрясающем здании Почты Может, зайдем, Саша, во внутрь на три секунды Посмотрим, что там внутри Чисто посмотреть интерьер Потому что это был первый Старбакс в Италии Который открылся И, конечно, пустоисторическое место Посмотрите, как здесь красиво Так классно вообще Как будто бы мы попали в какой-то музей Да, Саша? Столько деталей разных Кто любит коллекционировать разные термосы От Старбакс С названиями городов Смотрите, какая красивая коллекция здесь Чашечки А вот, смотрите, какая красота Очень нравится Вот здесь вот, наверное, показывают, как обжаривают кофе Да, зерна И, конечно, их знаменитые кексы Печения вот такие американские Только хочу попробовать сделать ПП-версию вот такого вот шоколадного печения О, каноли Сичериани И разные десерты И монопонсиони Очень здорово Мне прям так нравится здесь Кто бы мог подумать Чисто из-за атмосферы Очень здорово Здесь прям хочется рассматривать каждую деталь И символ Старбакс Вот такая сирена Я даже не знаю, как она правильно называется Такую большую величину Очень здорово А это интересно, что такое Разные, наверное, этикетки с кофе Красота Если бы все Старбаксы в Италии были такие, как Старбакс в Милане То я сюда бы точно прекратила работать каждый день И у нас в Турине, конечно, очень маленький Старбакс И всегда полный, заполненный народом И там мест просто нет свободных Поэтому я туда и не хожу Но вот этот мне безумно понравился Я представляю, как классно здесь летать, да, Саша? Особенно Да, обязательно Особенно вот в этих беседочках Красота При этом посидеть Прошу к выводу, Саша, что Порси Для миланцев Это как Не знаю Фендер Солярис в Москве Каждое пятое Это Порси Мы тем временем уже Идем обратно к нашей парковке Посмотрите, какой дом красивый Вечером Ну что, мои дорогие На такой прекрасный дом На такой чудесного дома Я с вами прощаюсь До моего нового видео Поэтому, если вы еще не подписаны На мой канал Обязательно это сделайте Поставьте колокольчик Чтобы не пропустить выход моих новых видео А также жду вас у себя на страничке в инстаграм Пишите мне в директ Если у вас есть какие-то вопросы По доставке люксовых товаров в Москву Мы все организуем А также, если вы хотите начать изучать итальянский язык В новом 2024 году Буду рада видеть вас В ряду моих учеников А также, если вы вдохновились Если тоже хотите поступать в итальянский университет И переезжать в Италию по учебе Пишите мне в директ И я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы Мы можем с вами созвониться Провести мини-консультацию Чтобы вы поняли Подходит вам такой вариант переезда в Италию Или можно подобрать что-то другое Все опции рассмотрим Благодарю вас за внимание И до скорых встреч на моем канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!